Врачи говорят, генетическая предрасположенность. У вас вот наследственность, у вас бабушка горбатая была, поэтому вы тоже вот как бы сгорбились. Ничего подобного. Вот эта вещь является причиной того, что у человека появился у ребенка там или у кого-то появился сколиоз. Если мы вот эту вещь исправляем, то сколиоз автоматически у нас исчезает. Приветствую вас, друзья. Меня зовут Сергей. Я являюсь основателем методики Смолякова по оздоровлению организма. Сегодня у нас в гостях Игорь. Игорь сегодня нам покажет, как образуется сколиоз. Я извиняюсь за колхоз и такую самоделку, но при этом Игорь нам довольно хорошо сможет продемонстрировать принципы, сами биомеханические принципы того, как появляется сколиоз. Итак, у нас есть первый позвонок. Он примерно вот на этом уровне находится. Здесь за челюстью его не видно. Но он является платформой, на которой стоит голова. Вот череп наш. Вот это у нас схематично позвоночник. Позвоночный столб, который демонстрирует ось, на которую ложится вес тела. Когда у нас первый позвонок смещен, то есть он имеет какой-то наклон, то у нас нарушается центральное распределение веса по оси. Давайте продемонстрируем. Если у нас будет некоторое отклонение первого позвонка, вот он наклонен в сторону, то у нас центр тяжести от центра смещается в сторону. И что у нас происходит? Видите? То есть у нас теряется устойчивость. И у нас центр тяжести, я буду придерживать, чтобы показать. У нас центр тяжести, он был вот здесь, а сейчас он уехал в сторону и немножко вперед. Соответственно, у нас организм будет в эту сторону наклоняться. Что происходит с организмом в таком случае? Во-первых, вот здесь вот, вот я держу рукой, да, вот здесь мышечные структуры у нас будут держать от этого падения. Чтобы он сюда не падал, мышцы здесь будут напрягаться. То есть вот в этом месте у нас будет образована, со временем, конечно, не сразу, образована триггерная зона. И массажисты, они будут стараться размять это. Разминать, чтобы снять спазм. Потому что они будут четко видеть, что в этом месте у человека в пояснице находится спазм. К чему это приводит? Как только спазм снимается, а многим массажистам удается этого достичь, у нас опять начинается, ну, дисбаланс центра тяжести. То есть баланс уходит вперед. Соответственно, организм что делает? Спустя неделю-две после массажа, чтобы удержать тело в нормальном состоянии, он опять эту триггерную зону создаст. Он опять создаст здесь напряжение. Чтобы удерживать баланс, друзья мои. То есть пока у нас не восстановлен баланс, все эти массажи, мануальные практики, а не просто выброс денег на воздух. Что происходит с организмом? Каким образом еще он будет исправлять это? Чтобы все время здесь не держать напряжение мышц, он просто возьмет и скомпенсирует вот таким вот образом. Так, сейчас мы сделаем наклон вперед. Сейчас все будет. Даже искривляясь, позвоночник все равно... То есть он путем компенсации отклонения центральной оси в противоположную сторону... То есть у нас, видите, у нас баланс начал теряться. Соответственно, у нас ноги тут уже, видите, стопы приходится корректировать. Смешные ребята есть такие, ортопеды, которые корректируют таз. Да, можно подкорректировать таз. Так, плоскостопие началось, е-мое. Вот, шею мы не исправляем. И, видите, чтобы у нас этот баланс восстановить, нам нужно было изогнуть в грудном отделе или в поясничном. То есть позвоночник, имея отклонение в одну сторону, он начал это компенсировать. Вот. И вот этот баланс, он... Баланс. То есть центральная ось, по которой распределяется вес тела, она начала балансировать. То есть она начала компенсировать различные отклонения от центра. И у нас произошло искривление позвоночника, то есть сколиоз. Хочу сделать акцент на том, что сколиоз, друзья мои, не появляется ни от чего. Нет такой вещи, как, там, врачи говорят, генетическая предрасположенность. У вас вот наследственность, у вас бабушка горбатая была, поэтому вы тоже вот как бы сгорбились. Ничего подобного. Вот эта вещь является причиной того, что у человека появился, у ребенка там, или у кого-то появился сколиоз. Если мы вот эту вещь исправляем, то сколиоз автоматически у нас исчезает. То есть у нас именно положение переноса, первого позвонка задает вот эти вот изменения, которые являются балансировкой распределения веса организма. У нас появляются триггеры зоны напряжения, у нас появляется искривление позвоночника. Впоследствии вот в этом месте, в месте максимального искривления, у нас появятся протрузии и грыжи, соответственно, боли, соответственно, куча-куча-куча разных нарушений, там отложения солей, там, где мышцы напряжены, и целая цепочка различных неприятностей. Вот эти все вещи, друзья мои, они не могут быть у человека, у которого первый позвонок находится на месте. Если первый позвонок находится на месте, то у нас, как вот было, баланс восстановлен, тело распределяет нагрузку правильно, и организм живет здорово и счастливо, независимо от возраста. И таким образом, друзья, в зависимости от того, в какую сторону у нас смещен позвонок, либо он сюда смещен, или там сюда смещен, то у нас будут различные, различные виды искривлений. У нас могут быть сколиозы, кифозы, лордозы, все-все-все вот эти вот вещи, отклонения от нормы, это что такое у нас? Это у нас баланс, это у нас восстановление правильного распределения веса. То есть это приспособительная реакция, организм приспосабливается. И теперь, что происходит, когда делается процедура? Когда процедура делается, у нас организм, ну, мы выправляем позвонок, теперь он стоит ровно, но у нас появилось отклонение в другую сторону. И чтобы его восстановить, организм убирает вот эти искривления, которые уже сформировались. Он просто берет и делает их уже правильно. То есть то же самое, только в обратной последовательности. Поэтому, друзья мои, будьте здоровы, исправляйте ваш первый позвонок, если он не на месте, исправляйте у квалифицированных специалистов. А я желаю вам здоровья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok